Почему в первом медицинском принято решение открыть новый факультет фундаментальной медицины? Надо сказать, что за последние годы медицина фундаментальным образом изменилась, поэтому, наверное, мы открываем факультет фундаментальной медицины. Медицина – это не просто уже контакт пациент-врач, все-таки это технологичная отрасль, где присутствует молекулярная биология, функциональная диагностика, биоинформатика, интеллектуальные информационные системы. И научить всем этим аспектам медицины на лечебном факультете совершенно невозможно уже в наше время, просто потому что времени учебной программы не хватит. И поэтому мы открываем факультет, где мы будем преподавать все эти направления медицины. Кем могут работать выпускники уже сегодня? Уже сегодня они смогут работать монитором клинических исследований, научным сотрудником, врачом-статистиком, специалистом в области информационных систем, биоинформатики, секвенирования геномов и других высокотехнологичных отраслей. Кроме того, врач-биохимик сможет стать врачом клинической лабораторной диагностики, а врач-кибернетик – врачом функциональной диагностики. Возможен ли перевод на лечебный факультет? Возможен. Программы в значительной степени синхронизированы до конца третьего семестра. Поэтому те, кто будет иметь хорошую академическую успевание, смогут перевестись в том числе на лечебный факультет. Какие возможности для научной работы будут на факультете? Самое обширное. Факультет располагается на базе крупнейшего медицинского и научного учреждения Северо-Запада, в котором представлены все современные области медицины, которые ждут своих исследователей. На факультете особое внимание будет уделено практическим навыкам. Какие технические возможности для их приобретения будут у обучающихся? Созданы новые лаборатории физики, биохимии, лаборатории генной и клеточной терапии. Особый упор будет на технологиях клеточной и генной терапии и технических сопровождений этих процедур, а также информационных систем. В чем отличие специальности биохимика и кибернетика? Врач-биохимик – это работа с живыми системами, генами и клетками. Врач-кибернетик – это информационные системы, IT, медицине, искусственный интеллект и биоинформатика. Почему молекулярная биология занимает центральное место в программах факультета? Конечно, молекулярная биология находится на стыке всех медицинских проблем. Конечно, ей на программах факультета будет уделяться особое внимание. Какие позиции первого медицинского в области молекулярной биологии в стране? В этой области Первый медицинский университет, конечно, занимает передовые позиции. Здесь впервые были применены технологии редактирования генома на клинические релеванты в популяциях клеток. Здесь впервые собственные технологии проходят все этапы доклинической разработки продуктов генной и клеточной терапии. И, конечно, это очень важные аспекты, в которых Первый медицинский университет занимает передовые позиции. Какова роль биоинформатики и интеллектуальных медицинских систем в сегодняшней медицине? Биоинформатика и интеллектуальные системы являются очень значимыми в современной медицине. Именно они выводят медицину на абсолютно новый уровень. Это и помощь в принятии новых решений, и, естественно, с применением новых технологий в медицине. Конечно, мы не обходимся без методов биоинформатики и биоинформатического анализа. И, конечно же, медицина, как представитель такой науки с высокой ответственностью, конечно, нуждается в новых методах и обогащается именно для того, чтобы решить такие непривиальные задачи в том, как помочь человеку и в человеческом здоровье. Какова потребность специалистов в области биоинформатики и интеллектуальных системах в России сегодня? Потребность велика. Конечно же, биоинформатика и разработка подобных систем только набирают свои обороты в России. Во-первых, если говорить о применении, практическом применении, мы должны быть более самостоятельны и независимы, например, как в разработке лекарственных препаратов или медицинского оборудования и обеспечения. Во-вторых, если мы говорим о науке, то российская популяция достаточно неизвестна и неизучена. И, конечно, большинство специалистов требуется для пополнения такой области в геномике. Ну и в-третьих, конечно, Россия матушка большая страна и большее количество специалистов позволит равномерно развиваться современной науки и современной медицины во всех регионах нашей страны. В чем уникальность факультета для России? Прекрасные преподаватели, специалисты своего дела, чудесное образование медицинское, классическое. При этом это будет сочетаться образование современное, новые технологии и классика. Здесь, я думаю, выйдут очень крутые специалисты. Я думаю, что это прекрасный шанс получить такое уникальное образование именно в Первом медицинском университете. Почему генная терапия стала составляющей программы факультета? Потому что это на сегодняшний день венец науки медицинской. На сегодняшний день мы можем управлять геном как таргетом нашего воздействия. Ну и самое главное, что интересно, то, что академические центры, медицинские центры сейчас, на сегодняшний день, осознают, что генная терапия – это не что-то далекое, индустриальное, что нам совершенно недоступно. Это то, что мы можем сделать своими руками. И нам нужны именно такие специалисты, которых мы будем готовить на факультете, которые способны делать это своими руками. И, естественно, что это все будет базироваться в Первом медицинском университете. Как образование, так и у нас огромная клиника. И мы здесь ждем этих специалистов, потому что они помогли нам транслировать все эти разработки, которые сейчас доступны медицинским центром, именно в клиническую практику. Какие перспективы для выпускников в Российской Федерации и в мире для трудоустройств? Перспективы потрясающие. Абсолютно уверена, что к 2029 году в каждом медицинском центре крупном будет свое собственное производство лекарственных средств современных, таких как генная терапия, генная клеточная терапия. И то, что такие специалисты нужны в клинические подразделения, центры, это уже проблема. Сейчас уже все ищут таких специалистов, потому что все налаживают у себя локальное производство, научные лаборатории, для того, чтобы разрабатывать и производить медицинские технологии на основе генной и клеточной терапии. Кроме всего прочего, такие специалисты очень востребованы вне нашей страны, потому что везде находятся, все находятся в таком дефиците. Так, например, Американское общество по трансплантации костного мозга в этом году выпустило манифест, что поиск специалистов для лаборатории генной терапии является головной болью HR-специалиста. Мы это прекрасно осознаем и поэтому открываем новый факультет. Почему вы бы лично пошли учиться по программам нового факультета? Я бы пошел, потому что за этим направлением медицины будущее. И я люблю смотреть в будущее. Потому что они очень интересные, захватывающие область медицины будущего. Куда еще поступать, как ни на этот факультет? Конечно, это расширение и углубление моих знаний в области молекулярной биологии и клеточной биологии в прикладном медицинском аспекте. В свое время я получила такое фундаментальное классическое биологическое образование. И, как мне кажется, данный факультет представляет собой не только классическое фундаментальное образование, но и программа, насыщенная многими междисциплинарными курсами и программами, например, клеточной инженерии, биоинформатикой, той же самой, что позволит будущим специалистам быть абсолютно широким исследователем. И уже выпускник может общаться на разных научных языках и понимать специалистов из разных научных областей. И я считаю, что это очень важно, быть таким широким междисциплинарным специалистом. Потому что это круто иметь возможность получить образование от классных специалистов и сократить тот путь, который мы шли, например, последние 15-20 лет, уложить их все в 6 лет обучения специалитета. Но это очень круто. Я бы с большим удовольствием этой возможности воспользовалась. А кроме всего прочего, у нас очень крутой кампус в университете, А еще у нас есть учебно-спортивная база в Аскеловой, где мы устраиваем ретрит по генной и клеточной терапии. Но только ради этого достаточно, чтобы пойти в наш университет учить. Ждем вас на новом факультете!